ДИАТИМ ПИК Скорее всего завтра у нас матчей не будет 5 числа матчей не будет скорее всего тоже И 6 числа пока что я вижу, что тоже матчей у нас нет Но может их еще поставят 5 числа их не будет 100% Потому что... Потому что тех лапс И буду я его комментировать в химках Соответственно матчей не будет Что касается 6, может еще поставят И насчет завтрашнего дня Тоже мы уточним обязательно вечером Ну и потихонечку перейдем К пикам Итак, Инсейн Нет, Зератрай у нас Взяли первый пик, у них темная сторона И сразу начинают со Сларка и Апарэйшна Ну а Инсейн, которые вчера смогли Завоевать Наконец-таки первые очки Кстати говоря Не сказал я вам Что у нас по турнирной таблице Вообще уже нужно примерно оглашать ее Итак, на данный момент Митю Мейкерс лидирует со статистикой 3-0 На втором месте ВП 3-1 Третье место Эмпайр 2-0 Релакс 2-1 Некст Кизет 1-1 Зератрай 1-1 Рокскиз 1-1 Инсейн 1-3 Вчера смогли они обыграть ЭВР ЭВР 0-3 на последнем месте Ну и после Инсейн идет на 9-ом месте Пауэр Рейнджерс И Ахет на 10-ом Соответственно сегодня Инсейн могут Ну на пару строчек подняться А то и больше А могут и опуститься на пару строчек И в общем-то Наверное любимая команда Ласта Очень молодая, перспективная Очень он за них болеет В составе Бигнум, Джудо Оби-Ван Банан, Инквизитор Так, а пятого игрока я пытаюсь сейчас вспомнить Это... Ну вообще это должен быть Зара Обязательно посмотрим По-моему за них Альба играл в прошлый раз Ну посмотрим, обязательно прочекаем эту информацию По-моему... Нет, он играл с ником No Comments Ну в общем, обязательно чекнем Что касается Зератрай Сегодня они играют в своем полном составе Как удалось узнать Это ПГГ, Андроид, Скрин, Ньюбик и Зе Иксце Да, тут самый Зе Иксце Который еще недавно выступал за Пауэр Рейнджерс На позиции Соломит Итак, Инсейн у нас забирают Бэтрайдера и Никса Ассасина И забанят Лиликана, Инвокера, Дисраптора А также Клокверка И на второй стадии забирают еще и Байна Такая получается достаточно неплохая в ганге Связочка героев Плюс очень много дизейбла у них Что вполне-вполне неплохо Что касается Зератрай У них есть Сларк У них есть Апарэйшн И, в общем-то Третьего пика пока что у них нет Но забанили они Нагу Сирену Забанили они Эмбер Спирита, Лайфстилера и Кентавра В общем-то не очень приятно действительно Сларку против героев толстых Которые каким-то образом возвращают ему урон Это Тинни С его пассивкой это Кентавр Лайфстилера тоже, в общем-то, решили забанить А вот это решение очень интересное От Тускара, от Зератрай Ну что ж Сноубол в действии, в прямом и в переносном смысле слова Потому что этот пик, если получит преимущество Остановить будет крайне тяжело В то же время есть у Тускара скил Который так и называется, по-моему, Сноубол Снежный ком Так, все подключается к нам Лост, ой-ой-ой Какие тут интересные штуки От команды Insane Q Cyber Faceless Void Привет, Дмитрий Привет, Владимир В общем, опять у нас нага в бане И с этим я опять тебя поздравляю Но посмотри, как Insane пошли У них масса контроля И они еще и берут кэри с таким огромным, сильнейшим контролем Пробивающий вообще абсолютно все спылы, которые только можно Все итемы, и БКБ, и Рейджи, и все что угодно Это Faceless Void Очень популярны стали в последнее время вот такие вот кэри Очень жесткие кэри Если мы сейчас посмотрим на тех же Нави Они через Спектру начинают играть Вайда многие пикуют, Дровку Возвращается Дота у нас к хардкэри такому стайлу Возвращается Дота к Интернешнлу Сейчас команды в преддверии отборов и инвайтов Начинают набирать резкую форму И поэтому каждая команда начинает более надежные стратегии выбирать Сейчас QCyber показывает, что они опять взяли левел ап Вспоминая прошлый матч Там, где у них было то же самое Нюкс, Бэйн, Бэтрайдер Но сейчас они решили взять товарищей, которые хорошо контрят Сларка Да и вообще миличный сетап Хорошо играть против миличников при таком раскладе Ну и в общем-то да, миличники здесь основная ударная сила команды ZeroTri Два суппорта, если конечно Веник пойдет на эту роль И два действительно мили героя, которым ну издалека бить достаточно проблематично И Туск, более того, у него один из полов заставляет там всех, кто с ним рядом находится, тиммейтов Еще скатываться в один ком и Дроу Рейнджер отправляется в бан Но если говорить о действительно надежной, даже не то, что надежной, а действительно там сильном, супер сильном лейт потенциале То, конечно, здесь я все жду, не дождусь, когда опять начнут пикать Медузу Но до этого не доходит Не знаю уж, к сожалению и к счастью, потому что с одной стороны увидеть ее хочется А с другой стороны я понимаю, что команда, пикнувшая Медузу, если она получит инициативу То игра может затянуться очень сильно, пока эта Медуза не дофармит все, что только может Потому что в лейте, ну это, наверное, вообще самый сильный керри на данный момент в доте Если так посмотреть на ее потенциал именно в драке, конечно Юсайбер, смотри, сейчас Фесселис Войт пока что не уязвим Тяжело цепануть его кому угодно Нету фактически ни одного директ стана И сейчас за ретрою нужно разбавить свой пик каким-то рейнджовым дамагером Который при этом имеет контроль Таких товарищей я особо не знаю Нужно также усилить свой ААА Нужно идти на ААУ к Юсайберам Потому что они наглеят У них Войт, Нюкс, Бейн И из них 2 мили Причем один из мили не деспособен А у тебя два очень сильных нападателя Это Веник с аппаратом Поэтому нужно взять физдамагера Луна, как по мне, здесь была бы идеальна Ну да, действительно, Никс Асасин Один из самых слабых героев, наверное, в трипле И еще и левел ему нужен И, в общем-то, здесь, конечно Инсейн дали слабину Посмотрим, воспользуется ей из Эрит Рая Ну, ПГГ это очень опытный капитан Я думаю, что он все это прекрасно должен видеть И расстановка Вот, ну, интересно, кто по каким позициям пойдет Я так понимаю, Сларк соло И Туск тоже соло И как раз трипла будет С Веником, Апарэйшеном И еще каким-то одним героем Ну, во всяком случае Смотрится весьма логично Потому что Сларк и Тускар Поднимающие быстрый левел Ну, они сильны И, в общем-то, и против Бэтрайдера Стоит нормально И против Мирана Стоит нормально Ну, более или менее, скажем так И остается очень мало времени у ПГГ Это Виндранер Да, Виндранжерку забирает Ну, с одной стороны Это рейндж-герой Такой, достаточно неплохой С другой стороны, действительно Ну, нет Ну, не так плохо, на самом деле В перспективе Это тот самый, как раз, рейнджовый кэрри Который может хорошо бить в сингл-таргет Потому что бить нужно только по войду И также она имеет стан Имеет стан и инициацию Для того, чтобы можно было Движение войда прекращать Ну, и как-то от хроносферы своих союзников спасать Ну, и, в общем, играть будет, судя по всему, соло-мид ПГГ Видим, что андроид И Так, сейчас смотрим Кто взял у нас Нюбик Взяли у нас суппортов Саппортов ЗХЦ играет на Сларке Скрин будет играть на Тускаре Вот такая вот расстановочка Ну, и сейчас быстренько пробежимся Так, первым, что я Первым делом, что я хочу проверить Это кто такой парень Скрывающийся под ником 33 Ммм Какой-то лодскул, да? Это Чоми, про которого я совершенно почему-то забыл Каким-то образом, да Я забыл совершенно про то, что Чоми играет у нас за А кто играет на Сларке? Это кто? Это ЗХЦ, да? Это ЗХЦ, да Об этом сказали нам Зеро Трай И как они вообще сказали Что это вот Это их основной ростер На данный момент То есть официальный Нюбик ЗХЦ, скрин Андроид, ПКГ И... И все Вот Собственно и есть Пять человек Вот Но и каким-то образом Я забыл про Чоми Вообще непонятно как Тоже основным составом Оби-Ван Банан Джуда Чоми Бигнум И Инквизитор Интересно то, что Чоми Он же обычно с соло-мидера играет А в данной ситуации Он забирает вайда И как раз таки Кэрри У нас идет на легкую Это Мирана Неужели Войд пойдет куда-то в мид Ну в принципе кстати Если он будет против Против Виндрейнджера Он будет стоять Ну Урон конечно у вайда хороший И Проблем с хвосткитом В этом плане быть не должно Но все-таки это мили Так Тем временем Снизу отправляется скрин Ставочки у нас Да Мы видим что ставки Примерно Ну Сложно здесь выделить Явного фаворита Ну чуть по Фаворитести Смотрится Зеро Трай И в общем-то Оно весьма понятно Тут кстати Чоми Ему бы Купить себе Пурман Шайлд Настолько быстро Насколько это возможно И тогда Максия Бэктрек Ты сможешь Тонну дэмэджа отбивать Да И стоять До пятого левела Действительно Может не ощущать урона Вообще от Виндрейнджера Которая Достаточно слабая В плане Ну что у нее 55 дамага Это такое Среднее значение Особо Не очень большое Есть пауэршоты Но опять же Если хорошо раскачать Бэктрек Если иметь Таймволк То очень-очень тяжело Будет этого вайда Убить А с Пурман Шелдом Он от крипов Вообще урона не получает Да и от Виндрейнджера Очень-очень Мало урона Получать будет Так Ну что Поехали Вот Начинает Тут Отблочить Отблочить Конечно Крипов Очень важно Ну и Основное действие У нас Развернется Должно развернуться Как всегда На трипле Когда трипла Играет против триплы Здесь очень хорошая У Заретрай Позиция У них сильная трипла У Команды Инсейн Трипла послабее Но вот они ее усилили Тем что Свапнули вайда И поставили Мирану Как бы Миране чуть попроще Она вроде как рейндж Но на самом деле Тоже достаточно тяжело Учитывая Весь вообще Потенциал данной триплы И Зэкс У нас спокойно Будет фармить Насларки против Джуда Посмотрим Насколько ему это удастся Хорошо Инквизитор Ну есть у него лип Спокойно может уйти Да Очень-очень вовремя липается Тем временем Зацепили Оби-Ван Банан Он пытается убежать Очень-очень Плохо зажимается здесь И все-таки уходит Там еще и Венек Получает тонну урона Нюбик может умереть Да Ферстблат от Инквизитора Очень хорошо Здесь все расконтролили Игроки команды Инсейн И начиная драку Два в три Мы умудрились еще и забрать Ну я так понимаю Там за счет крипов Которые очень плотно Надамажили Веника Ну за счет того Что он себя зажал Все-таки ему танковать не надо А лучше стоять сзади И сейчас Потихонечку урывается Вообще У Кью Инсейн Потрясающая мобильность Патма Мирана Может стоять Соло против Терров Против этой триплея Как видим мы Она в любой момент уходит И Бэйн с Нюксом Могут ходить И делать много хорошего И опять же Если они вернутся На обратном лалайн То они через комбу Могут спокойно убивать Слип Оби-Ван банана Инквизитор кидает стрелу Скрин анслипил Халдит Халдит Мирана И вот так вот Знаешь Друга послипали Вырываются у нас На Бигнуму Ой У Бигнуму Проблемы очень большие Здесь тонна урона Просто Скрин ловит стрелу Но это сильно не помогает И здорово Здесь на этот раз Распорядились На мой взгляд Чуть Поверили в себя Больше чем нужны Игроки команды НСАН Все-таки Никс сейчас попал Станом по двоих Но Это настолько Слабый герой Вот на первом левеле Там Стан не дамажит И толком не станет И толку от этого Было абсолютно ноль Более того И зацепили еще И Никса Ну 1-1 Выравниваются На этой трипле Тем временем У нас Достаточно неплохо Чувствуется Воид Да, вот Он купил Порман Шилд Он откэшивает Виндрайнер Прошу заметить Посмотри Как хорошо стать Джудо При этом он Уведет Очень много Дэмэджа ПГГ мажет Мажет Павершотом При этом Не добивая Ни одного из Крипов И пока Воид Выигрывает Свой лайн Хорошо Да Очень-очень Неплохо Вообще здорово Снизу Кьюинсейн Сейчас попадает Ну Руки За счет того Что Лайн Пропушился Фактически Про Тауэр И они могут В любой момент Совершить Ганг на центр И напастный На ПГГ Кстати Четыре варда Видит скрин Оби-ван Банана Закрывают И Банана Банана приехал Да Здесь Оби-ван Банана Будет очень тяжело Но вот Не нужно Он слипает И в итоге Скрин не успевает Отъесться Очень-очень Цыплятерская Такая Трепла Если хоть кого-то Видит То все И там еще и Хотелось сказать Орбу в Веному Любой Кроме Любой Кроме Мираны То есть Сейчас Нужно Уходить Кьюинсейном Вот с этих Пулов По крайней мере Кстати Влетает 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 стрела В андроида Идет инквизитор Подходит Оби-ван Банан Подходит Бигнум И вот Теперь Теперь хорошо Забрали Скрин Уходит И Нюбик Также уходит Здесь проблематично Его будет зацепить Хотя Слип Стрела Попадает На 3 секунды Наверное И забирают Еще одного Очень здорово Здесь все разыграли Под слип Классическая комбинация Залетает стрела Ну и вот Тоже мы видим Что Игроки команды Нсейн Взяли себе Такую триплу Которая тоже Может не прощать Соперника Вот этот Слип Плюс стрела Очень-очень Качественно Заходит Или просто стрела Как я так понял Было в первый раз Сверху Кстати у нас Очень хорошо Стоит Зэкс Против Бэтрайдера Потому что Ты посмотри 19 на 5 Против 17 на 1 Ну и при этом Он стоит Фулловый То есть он Ничего не тратит При этом Не покупая Боттл 10 стиков Еще есть К тому же Ну в общем Очень хорошо Все старает Огромный плюс И как только Он возьмет Шестой левел Он будет Джуду Очень хорошо Напрягать Снизу у нас Теперь уже Тер понимает Что на эти Полы ходить нельзя Так как Легко сделать Слип Стрела Комбинацию Смотрим Сейчас Зэртрай Вышел в ганг Здесь Бигнум Но как-то Побоялся Что ли Или не хотел Хотя под хроносферу Можно было напасть На самом деле Ну теперь Бигнум Кончился у него Инвиз И все равно Он здесь стоит Ему по ГГ Начинает Уже с хайграунда Объяснять Что не стоит Сюда приходить Да Надамажил неплохо Но здесь отъезд Себигнум В общем-то Не потеря для него А сверху Сверху Сларк Да Должен размениваться Ему абсолютно Любой размен по ХП Если он не умирает Выгоден Потому что он может Отойти Подождать 10 секунд И отхилиться на пол Ну смотрим Погони за Сларком Мансует Джуда Но здесь очень тяжело Будет ему уйти Нет Он все-таки Отмансовался Очень качественно Кто-то летит на Хелп Это Бэйн Бэйн Будет ли слип какой-то Нет Слипать Сларк Абсолютно бесполезно Сларк отступает Тем самым Прогоняя Бэтрайдера И остается здесь Бэйн Но Бэйну тоже стоит Быть очень осторожным Сларк-то может И на него напрыгнуть Это такой герой Ну и пока что Сларк Такой лучший герой В этой доте Потому что Он уже начинает быть Очень опасным В отличии от Вайда У которого Ну которому еще нужно Как минимум немного Пофармить И уже может Начинать потихонечку Захватывать преимущество Для Заратрай Ой-ой-ой Промазал Как тебе Ботл на Вайде Да Ботл на Вайде Это очень необычно Но вот сейчас Берет ДДЛ По ГГ Большие проблемы Посмотрите какие куски Отрывает Да Здесь даже если баш Ни один не пройдет Да Последним ударом Ни один баш По-моему так и не прошел Но все-таки смог он Забрать Виндрейнджер И Очень это неплохо Для Вайда Ну конечно Ботл на Вайде Это необычно Это очень даже хорошо Ты представь себе Ты керри Который убивает всю команду В лейтгейме Ты наверное Один из самых Самых жестких Который способен Задизеблить При этом И всю уражу Свою команду Ты стоишь на церкви Виндрейнер Один из самых Сильных героев Если брать ее статы И ты ее убиваешь Нападение на Мирану У Мираны нету Липа Но она убежит Да у нее есть Фейзы Закрывает И очень здорово Змейка и все Виндрейнджер Но здесь все равно Не догнать Слишком быстро Который Мирана ПГГ перетянулся Его кстати говоря Он сделал гениальное решение Стоишь ты Ну стоишь ты На миде И твой сдача Прессовать Вайда В итоге ПГГ летит у нас вниз Тауэр они Не пушат И противники Стоят в сейф-позиции И вводят на фрифарме И ПГГ на ТП Возвращается обратно Блестящая игра Дядя Вой Видно что у него Чешутся руки И хочет он Убивать Всю команду Да хочет он убивать И использовать свои нюки Но увы Ты Вован Ты сейчас играешь На таком Полу кэрре героя Ой-ой-ой Бэн забирает Виномансера Еще заслипали дальше Есть стрела Стрелу можно прям Вплотную пускать Нет Решают не пускать Стрелу вплотную Решают просто бить По андроиду Стан И даблкил Забирает Бэн Ну что Сыпется потихонечку За Ретра И Ну так перспектив У них все меньше и меньше Да у них есть Сларк Но Сларк пока Ни слова не сказал В отличие от Вайда Который Ну в лейте все В лейте значительно Сильная Сларка По-моему Войд Это один из немногих героев Который контрит Ультимейт Сларка Потому что Когда Войд ставит Ультимейт на Сларка У Сларка Даже вот в этом Шадоу Дэнсе Он становится видимым Если я конечно не ошибаюсь Ой-ой-ой Эмирана Забирает еще и Тузка снизу Ну 7-2 Просто Все больше преимущества Инсейнов Им даже спешить Никуда не надо Они вот так вот Спокойно стоят Убивают снизу Триплу Сверху вроде фармит Сларк И Ну 8 минут всего Сларк никуда не хочет уходить В общем-то Ой-ой-ой ПГГ Проблема Но на этот раз Войд не смог ничего сделать Забирают Бэтрайдера Ком Полетел в Бэтрайдера У Джуда Проблемы Ульт от Мирана И что Неужели спасется ПГГ Снайперский пауэршот По невидимому Бэтрайдеру Нужно было наверное Чуть похитрее сыграть Бэтл Но он запаниковал Не увидел Андроид ушел наверх Брать 6 левел Понимает он что Надо Нельзя Больше снизу стоять Так как вас начинает По кулдауну Забирать Нюбик сейчас у нас Встрял Пришел он на Триплэйн Ожидая что он Будет нападать Но Теперь он начинает Втерпать И его гель Ему фактически Не нужен И пора Максить змейки А инквизитор Инквизитор у нас Уходит на топ Переходят они Такую Более сейфовую позицию Ну то есть Теперь немножечко Может покачают Как-то Бэтрайдера Не знаю даже Да-да-да Потому что Бэтрайдер Не может стоять Против Сларка Который запаковался На статы У него уже Пауэртрейт сакрива А у Бэтрайдера Один сапог В итоге Нужно дать пространство Нападать на инквизитора Инквизитор очень больно Ой-ой-ой Ну как он Вот это вот знаешь Такой момент Паники Вчера На каком-то из стримов Видел как Отмечал По-моему Тоби Что ему очень нравится Когда Знаешь когда влетает Айс Бласт Апорейшн Как пытаются Судорожно улететь На фонтан Ну знаешь так уже По привычке Хотя фонтан то не поможет И вот здесь Та же ситуация Но даже хуже Потому что В случае с Апорейшном Тебе не поможет ничего А здесь Если бы Нюбик Ой инквизитор Чуть-чуть бы подождал Он бы смог дать лип И уйти от Сларка Он же липнулся раньше Чем нужно И из-за этого Вот это вот Поун Сларка работал И он остался на месте Фактически Тем самым Погиб Ну паника Паника Умирать страшно Даже в доте Ой-ой-ой У Нюбика Проблема Да ну Ему даже решает Ускар не помогать Наверное правильно Потому что мог бы Он там тоже остаться Лучше отдать просто Веномансера Который еще Маленького левела Относительно Хотя Тускар Немногим больше Ну в любом случае Лучше отдать одного Чем двух Ну и Сларк Сларк между прочим 74 крипа 1-0 И Ну вот Я думаю Что сейчас Он зафармит себе Еще что-то И должен уже Начинать бегать По карте Как-то Конечно То что Пространства Ему не хватает Это очень плохо Смотрим на Чеми Ой-ой-ой Мало урона Ставит купол На этот раз Очень-очень Вовремя И Убьет ПГГ Последний удар Нет Не убивает ПГГ ПГГ уходит Очень грамотно ПГГ не стал Прожимать Виндран До того Ну какая Банка Боже мой Джуда ПГГ Так все здорово Сделал Но просто Попал Под Кравишек Действия Этой банки Его Его Павершот Стоил Того На самом деле Дядя Вова Это я думаю Намного Надолго Запомнится Такая история Где стоит Вова против Вайда Он его В соло гоняет И Вова по кулдаун Умирает Не сдалась У нас игра Владимира Имеет он Пока только Боттл И фейзы Что довольно мало Нужен ему здесь Нужен ему здесь Очень эскейп Против вражеской команды Например Хвостав Ну и Ремека Чтобы идти На кулачную драться Ух ты смотри Какой итем Для Сларка Очень интересный Такой Супер Супер Агрессия Будет сейчас Это на самом деле Неплохой итем Смотрим Запрыгивает на Бигнума Карапаса Тут же сбрасывает Вся Карапаса И Бигнум Последний выстрел Стики прожимает И живет Но ульта Парешно не простит Да Прямо в яблочко Булзай Ну вообще Виндрейнджер Если так подумать То Войт ее Контрит Вот своей вот этой Хроносферой Потому что он же В хроносфере Не промахивается По героям А у Виндрейнджер Вот этот вот Виндран Который По идее Она должна использовать Войт забирает ДД И телепортируется Отсюда Потому что Веник Его очень здорово Поймал Снизу тем временем Забирают Нет Забирают Мирану Тускар здесь все еще живой Сларк прилетел вниз Боже мой То он улетит Ну вообще Как тебе решение Купить Блинк На Сларке Очень обычно На мой взгляд Очень Неплохо Оно здесь заходит Пока она очень хорошо Окупается Тут в центре В центре У нас забирают Тауэр Забирает его Виномансер Стал чуть побогаче После своих Трех смертей Это то что ему нужно Как раз таки У андроида Уже есть ульта Нет Ну действительно Сларк с даггером Это Крутая штука Это По сути тот же Шадоу Блейд Только в отличии От Шадоу Блейда Ты можешь Очень быстро Сократить отставание Ну а Эншент Оперейшн Забирают сверху Это очень хорошее решение Против Бэтрайдера Потому что если Точнее вообще В глубоком лейте Ну а ранней стадии Шадоу Блейд хорош тем Что у тебя много статов И ты можешь В соло кого-то забирать Но учитывая То насколько хорошо Здесь Рываются на Ньюбика Да и вот он Даггер Во всей красе И Ньюбик умирает Только с последней тычки Но смог его разменять Шадоу Блейдом Разменять бы он не смог Да Учитывая то Что ты получаешь Преимущество Причем в огромном количестве Да если ты Смотреть Сларк 11 Ньюк 6 И все в команде Инсейнов довольно низкие То тебе эти статы Шадоу Блейда Не нужны И тогда Блинк начинает Себя окупать Вот Но бывает так Что тебе Эти статов не хватает И никого не можешь забрать И тогда Шадоу Блейд лучше выбирать Так смотрим Сларк Такое ощущение Что узнал Он каким-то образом Пробигнул И очень вовремя Уходит в инвиз Накатывается Очень здорово В воздух Варлз Панч Такой апперкот Заряжает сейчас Скрин Этого явно Не ожидал Бейн Бейн отъезжает Фейслисвот Тем временем Убивает ПГГ Вот с той самой руной С которой он забрал Под Веномансером Да у ПГГ просто Печальнейшая ситуация Три смерти Две из них От Вайда Третья Ну тоже в общем-то С его непосредственным Участием И пока что ему Очень тяжело Соло мид герой Который имеет Настолько мало Неужели он собирает Дагон Или все-таки это Форс Мне кажется Это все-таки Форс Первый раз На просцене Сделан Куплен Блингдаггер На Сларке Даже так Хотя казалось бы Почему Почему бы и нет Войд умирает В центре Что-то очень-очень много Я пропускаю Всего интересного Нужно следить за миникартой Крайне внимательно Потому что этот Сларк Он может оказаться Абсолютно где угодно Сейчас он бежит Знает что его видели На варде Ну потому что у Сларка Не работает пассивка Разводит Мирану На уль тем временем Начинается драка сверху ПГГ приезжает В очередной раз Это что-то ПГГ идет на рекорд Уже 4 смерти 1.04 И он продолжает Покорять наши сердца Ой-ой-ой Миран ошибается Снизу Пытается уйти Но слишком много урона Да, конечно Делать лип от Сноубола Вообще В целом Мирану неплохо Контрятся пылы Потому что Ты делаешь лип Сноубол за тобой катится Все равно Куда-то в лес Сшибает все деревья Ты делаешь лип под полнцем Остаешься на месте И очень-очень большая проблема Вот есть, например, Нага-сирена Которая Под которой можно Зафорстафиться Но против которой Не работает блинк Под ее сеткой А есть Сларк У которого ситуация обратная Блинк-то работает Но не работает Совершенно никакие Форстафы Липы И тому подобные вещи Убер Агрессивный выбор У нас делает Зэксц Купил он себе Один шарик Я думаю Это будет Скайди Чтобы Ты Врываешься На пацан А наверняка И убиваешь Скрипните Временем Гонится За Бигдумом Бигдум уходит Просвета нет И спокойно Отступает У нас Инсейн Потратили ТР Свои ТП И Надо пушить Надо пушить И свои ТП Окупать Выходит Бигдум Дядя Вову Уже чувствует Что-то здесь Наверняка Происходит И Подтягиваются Все вместе Опять Необычный Необычный Выбор От команды Кьюнсейн И найти В ранний файт Учитывая Что Нужно набрать Часть айтемов И Чоми Заходит в спину Очень хорошо Чоми заходит в спину Попадает Вову Стрелой И Вова Умирает Великолепная Хромосфера Да Накрывает Он также Блестящие Виномансеры И Что творит У нас Инквизитор Со своими стрелами Тем временем Сларк Сларк Здесь может Не отпустить Вообще Никого Смотрим Будет ли Разворачиваться Влетает стрела Вскрина Вскрина Отдали 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 Верку Веника На халяву Отдали Еще И Тускара В то время Как Сларк Не смог Достойно Разменять Своих Тиммейтов И в общем-то Воид Не сильно Отстает От Сларка Наступит тот Момент В игре Когда они Между собой Встретится Ну и Пока что Вот без Хроносферы Да и в общем-то С Хроносферой Даже у Вайда У Сларка Есть шанс Вайда убить Но чем больше Воид покупает Тем понятное дело Больше ему Параллельно Во-первых У него бэктрек Который работает Очень хорошо У Сларка Конечно Великолепно Работают статы Он Чем дольше живет Тем больше Наносит урона Но все-таки Ой-ой-ой Слип Ну опять В ПГГ Попадает Не успевает Его разбудить Еще и встревает Здесь Опарэйшн Сколько смертей У ПГГ Шесть смертей Это фактически Треть Что-то не так Что-то пошло не так Это у медового героя Который Берет как правило Самый Высокий левел На карте И Ему умирать тяжело Если взять Того же Нюбика Который В этой игре Очень много По голове получал Он стоял на харде И Все свое время Он В опасности Не так страшно В общем-то В любом случае Потому что Это саппорт От него меньше Зависит Ему меньше Нужно И В общем-то Его смерть Меньше дает Соперникам В то время Как у ПГГ Ну да Он до сих пор На три левела Больше Все-таки Соло мид И артов у него Крайне мало И что делать В целом Непонятно Идти на Рошана Идти на Рошана Выманивать Кьюн Сейн Чтобы Их ганг Абилити Использовались Менее эффективно Это Нюкс Бэтрайдер И Устраивать Зраку Для Своих Масс Ультов Влетит стрела Стрела мимо Кьюн Сейн знает Чудоизает Фарфлай Очень Неудобно Врываться Когда Стоит куча Змей Которые Пальтают Передвижение И Теры ждут Теры ждут Пока Закончится Фарфлай И Могут Идти Дальше Продолжать Да Здесь Стоит Очень Опасаться Вайда Который Может Запереть Там Абсолютно Всех Это Будет Крайне Неприятно Варлус Панч Порошанов Кулдаун Действительно Очень Небольшой Воет 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 Выходит Кажется Его Видели Пошел Ультмиран Смотрим Бэтрайдер Кого-то Подцепил Воет Ставит Хроносферу На двоих Очень Очень Неплохо Большие Проблемы У ПГГ Он умирает Первым Вторым Умирает Ньюбек Сларк Уходит В инвизи Судя по всему Сларк Как раз Там Зацепили Воет Гонится За ним Но нет Сларк Спасается Два в ноль Это не так Плохо Для команды Зеротрайд Потому что Сейчас Хроносферы Не будет И сейчас Можно забирать Рошана Стрела Еще одна Но не попадает Опять Ни в кого Тускар Варлус Панч На огромное Количество урона Здесь же Сларк Дает Даггер Спонса Забирает Погоня за Сларком Нет Сларк Сларк Уходит Ну все Можно забирать Рошана Да в целом Размен Зеротрайд Можно сказать Проиграли Но Рошана Они заберут Скорее всего Это очень Странная Стрела Вот Статсмен Сообщает Что рекорд У ПГГ 17 смертей Пока что Еще далеко До этого Сларк Уже практически Собрал Скади Ему остается Буквально 500 монет Ну и Хорошо Все у Сларка Может он Еще потягаться С Вайдом Важно сейчас Провести хорошую Драку Зеротрай В целом Чтобы у них Поднялся Соло Мидер С колен Стоп Стоп Кстати А вот то Что у ПГГ Было 17 смертей Это Интересно Где и на каком Турнире Он завязал Такой рекорд Потому что Я на самом деле Таких жестких Фидов Еще не помню В истории Дотов С турниров Конечно Была куча Пабликов И прочего Прочего Кстати ПГГ Прям как чувствовать Что Что-то здесь Неладно Никого не видно Бигну мажет Станом И он Спокойно уходит Нембиг У нас Пошел Оккупировать Своя лиса Потому что Появляется Где-то на карте Очень опасно А за Икс Взял Скади Так Вот это Очень хорошо Это машина Убийства На данной Стадии Потому что Он Соло Способен Убить Любого И Никто Не сможет От него Убежать Наверное Самый Агрессивный Билд Который Можно На нем Сделать На ранней Стадии Самый Это Такой Главный Момент Что Даже Если Он Попадает По Войду И Войда Срабатывает Бэктрек Статы Все равно Воруются Это На самом Деле Наверное Когда Проходит Мисс Статы Не Воруются Бэктрек Считается За попадание Статы Воруются Не то Чтобы Это Наносило Много Урона Но Для Сларка Это Важно Потому что Для Сларка Важен Абсолютно Каждый Удар Есть Такая Критическая Отметка После Порядка Знаешь Тридцати Вот этих Срабатываний То есть Девяносто Ловкости Тогда Он С каждой Тысячки Дает Тебе Где-то Три Четыре Тысячки За секунду И Это Очень Много Единственная Его Проблема Ооо Тут Кстати Показывает Нам На Вплей Против Альянс 25 Сентября Ну Походу Дяди Вова Там Очень Старался Летит Стрела Стрела Мимо Вова Стоит Себе На миде Как 45 Под вышку Воткнул Еще Сентри Чтобы Просто Его Ну Вообще Никак Нельзя Было Загангать Супер Так Слушай Вышка То Что Тир Один Стоит Это Вообще Успех На самом деле Она Так Сильно Тут Мешает Игрокам Команды Кюсейн Оо Инсейн Кюсайбер Извиняюсь Парейшн Умирая Тем Временем Ну Ну и что Будет Какой-то Врыв Нет Мирана Использует Утимейт Сларк Забирает ДД Ну вот На самом деле Сейчас Можно Заратрай Попробовать Подраться Когда выйдет Апарейшн Потому что Сларк Аегис ДД Это Очень Много Но Не решаются Не решаются Они Просто Убивать Такого Сларка Ну Дважды Очень Очень Тяжело Запрыгивает Ускоряется Ну Понимает Что Здесь Стоят Варды Сларк Сейчас Сталкивается С небольшой Проблемой То что Он Не способен Вытаскивать Вайда Из купола Нет у них Таких Особенностей И Они Сейчас Будут Охотиться За Вражескими Саппортами Чоми У нас Естественно Будет Нападать На Дядю Воу Потому что Он Наверное Сейчас Самый Уязвимый Самый Опасный Таргет Для команды Инсейн Фактически Единственный Стан Который Способен Его В этой сфере Останавливать Не давать Ему Бить Ну а За ХЦ Придется Разбираться Со старшей Счастью Команды Инсейн Так Снизу Сларк Проходит Себе Фраг Это Минус Мирана Ута Поречно Залетает Но Уже Слишком Поздно А В беде Дядя Вова Встретил Вайда И Упал В очередной Раз Но Хорошо Минус Минус Мирана Минус Купол Минус И Тер Могут И Теперь Сларк Ничего Не Останавливает Теперь Бояться Ему Нечего Что Будет Какой Купол Сларк Запрыгивает Дальше Никого Не Цепляет Но Здесь Прокатывается Стан Не успевает Ничего Сделать Бэйн Сларк Может Бежать Дальше Воид Очень Битый Последней Тычку Нужно Не Нести Вайду И Нет Он Успевает Улететь Чуть Не Умирает На Фонтане От Количества Всего Того Что Висит На Нем Забирает Вышку Но При Этом Теряют Двух Героев Еще Учитывая Что Мирана Умерла Нет Мирана Умерла Снизу Единожды Мне Уж Показалось Что Второй Раз Умерла Но Здесь Все В Порядке Что Собирает У Нас Сларк Ну БКБ В такой Ситуации Насколько Я Понимаю Не Особо Нужно Ему БКБ В такой Ситуации Вообще Не Нужно У Кьюн Сейн Очень Мало Прокаста Плюс Он Часть Времени Бегает В Инвизи До И ХП Недостаточно А Нападает Бигну Нападает На Скрин Скрин Цепляет Скрин Вытаскивает Скрин Скрин Погибает И Терра Скупает Причем Ну Абсолютно Йолнир Ну Кстати На Сларке Который Достаточно Толстый Работать Он Будет Неплохо Как И Сама Обилка Вот Этот Статик Чардж Так И В общем То Сам Йолнир Тоже За счет Большой Скорости Атаки Но Пока Что Нет Какого Переломного Момента Где Бы Могли Зарат Захватить Инициативу Смотрим Сейчас Неужели Будет Нападать Ну А почему Нет Ну Да Наверное Потому Что Нету Никого Рядом В принципе На Войда Можно Было Напасть Если Была Рядом Поддержка Если Сларку Помогли Второй Раз Да Первый Раз Его Убьют Но Аегис В ситуации У нас Аегис Сейчас Просто Пропадет Да Осталось Всего Ничего Скорее Всего Аегис Пропадет Просто Так В итоге Лучше Б ПГГ Забрал Этот Аегис На Которого Просто Яростно Нападают Каждый Раз Чем Отдавать Его Сларку Который Ну Играет Слишком Сейфово Даже Имея Этот Артефакт Да Тут У нас Уже Мирана Тем Временем С Мьолниром Войд С Мьолниром Столько Урона Они Могут Вписать Магического Только С помощью Двух Этих Артефактов Что Ну Здесь Заротрай Просто Могут Развалиться Смотрим Напали на ПГГ В очередной Раз Ой 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 И Бэйн Забирает Его ПГГ Девять Смертей Почти Чуть Больше Половины От своего Рекорда Он уже Сделал А игра Это еще Может длиться Достаточно Долго Ну Что-то Войд Тоноится Все страшнее Следующий Артефакт Будет Уже Большой Проблемой Ну Пока Пока Нет бабочки Войда То Ну Все еще Хорошо Для Сларка Если Войд В один момент Сможет Купить Бабочку То Представь Что это Будет 25 Уклонения От Бэктрека И еще 35% От Баттерфляя И тогда Сларк Его Сурки Будет Часто Миссовать Ну Войд С бабочки Действительно Очень грозное Оружие Тут без МКБ Не разобраться Вообще Никак Ну МКБ Сларку Пока что Не предвидится Правда И Войду До бабочки Хотя Нету Войда Уже Есть В принципе Половина От Баттерфляя Я думаю В нее И стоит Выходить Здесь Что-то Другое Собирать Ну Самый Такой Эффективный Артефакт Даст еще Дамага Скорости Атаки Даст Всего Есть Есть ощущение Что Когда Черни Поставит Сферу То Самое Эффективное Что сделать Тому На кого Сел Сларк Это Прыгнуть В хроносферу Прыгает У нас Черни На Оби-ван Банана И Оби-ван Банана Ой-ой-ой Залетает Сюда Войт Ставит Купол На Скрина Но Попадает И сейчас Войт Реально Может Умереть Скрин Умирает Но Сларк Ловит Вайда И Начинается Битва Этих Двух Титанов Но Войт Под ультой Аппарат Без хроносферы Умирает Сларка Цепляют Но Убивать его Не о чем Если не будет Какой-то Стрелы Виноманика Виномансера Прессанули Сларк Уходит С даггера Его никто Не бил Абсолютно Пока он был В лассо ПГГ Врывается Один на троих Но здесь Сларк Сларк Уже отхилился Достаточно Неплохо У него есть Гем Он может В принципе Ворваться В эту драку Неужели Не пойдет Нет Очень-очень Сейфово Играет Еще и ДД Сейчас Заберет Один из Героев Ну и Сларк Будет Просто пытаться Кого-то Найти Нет Просто уходит Фармитеншин Ну что ж Впервые Сларк смог Отдолеть Вайда Но тем не менее Зератрай Умерли Вчетвером То есть Такое как бы Есть галочка Сларк Победил Вайда Но при этом Никакого преимущества Зератрай Заработать не смогли Вся остальная Команда Развалилась Нет ощущения У тебя Что Сларк Слишком Сейфово Играет Ну вот прям Ну вот очень И все Зэкс Думает Куда он попал Он еще Пока не понял До этого Есть у него Гем Но Не знаю Будет ли он Ох ты Видит Вард Быстренько Срубает его С даггера 5.08 У Зэкс Пока все неплохо Но игра Продолжает У нас Растягиваться У Вайда Появляется Владимир Сверху Ну это какой-то Очень сомнительный Выбор Ну может быть Чтобы Получше Фармилось Как-то ему В лесах На эншентах Сларк Очень здорово Побегал Развал Владимир Провесил микрофон Ты иногда Пропадаешь Периодически И тебя становится Неслышно Тем временем Он у нас Нападает Нападает На Джуда Джуда погибает Врывается Чоми Чоми Начинает бить Привязывают Чоми И его расстреливают Очень больно Чоми Сразу Умирает И Зэкс Сларк Продолжает Резать Заслипали Сларка Но Сларк Будет себя Первым скиллом И что 2 в 2 Размен Наконец-то Умер Воет По ГГ Опять Отдается Сларк Тем временем Просто хотел Порегенить Немного ХП И решает Отступить Сларк Но вот это Уже более Приемлемый Размен На мой взгляд Очень хорошая Комбинация Для Сларка Дарк Пакт И Блинк Даггер Да Чтобы на тебя Не клали Ты всегда сможешь Это себя сбросить И убежать Действительно Очень-очень Неплохо Это все работает Ну что Воет В очередной раз В таверне Собирает еще Какой-то Один интересный Артефакт Очень похоже На БКБ Вопрос Сборки Которого Тоже Весьма Сомнителен На мой взгляд Все равно Ульта Аппарейшн Будет действовать На БКБ Именно сам Эффект Ну вот Решил он Собрать Именно Эту штуку Часть Часть Ременем Будет Вылететь Проказ Который Способен Него Выдавать Сларк Потому что За Где-то 6-8 секунд Сларк Него стабильно Выдает По 600 Дамеджа И Ну через Первый Второй И Тогда Воид Начинает Сильно Просаживаться Учитывая Что у нас Воид Имеет Только 1200 ХП Чудо Летит Проверяет Территорию Нюбик Это Палит И уходит И у нас Находит Бигнум Находится ПГГ Понаберно ПГГ Опять Тут и Воид Прилетел Еще Одна Смерть Это 12 Уже Вова Идет На новый Рекорд Это 2 2 12 10 Любит У нас Сейчас Слово Пожадничать Один Один Попегать И свои Лиса Пофармить Ну и Теперь Останавливать Кьюнс Тяжело Без Владимира Аносова Завязали Смог Идут В спину Немного Прометчиво Решение Потому что Смог Скоро Спадет А Володи Еще Нет И надо Надо Что-то Делать Ну что Будет ли Врываться Сларк Ну наверное Без Аегиса Нет Он всю Игру Так Осторожно Играет Пошла Стрела Залетает Сюда Все-таки Скрин Сларк 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 Успевает Прожать Первый Но Инфибл С него Не слетает Потому что Это Инфибл Ультапарейшн И Сларка Зажимают Начинает Его бить Воид Может его Видно Под Даркпак Там залетает Скрин Прямо В купол Спасает Но Сларк Умирает Все равно Есть ли Байбэк У Сларка Судя по всему Нет Это Минус Четыре И Один ПГГ Остается Который Вышел Из таверны Да Мне кажется Это Переломный Момент Был Сейчас Стрела И Виндрэнджер Забирает Бэтрайдера ПГГ Но Кажется Ему Не уйти Отсюда У него Абсолютно Нет Маны Подурной Второй Скилл Байна И Мирана Просто Расстреливает Это Тим Вайб Очень Очень Круто Поймали Сларка Как мы видим Что оказывается Туск Еще может Останавливать Хоть на Несколько Долей Секунд Войда Именно В хроносфере Но Подключился Бэйн Который Дался Ультимейт Сларку Было Просто Никак Не выйти Да И Байбэка Мы видим Нет 300 Монет Не хватает Воид Заберет Сейчас Вышку Возможно Уйдет На этом Да Не будет Жадничать Ты Также Иногда Пропадаешь У тебя там Шот с микрофоном Хотя Я не знаю Зрители Ответят нам В чате Да Обязательно Напишитесь Это может быть Скайп Такое иногда К сожалению Бывает Сейчас Я тебе Перезвоню Возьми Снова Давай Так Ну что Время Серьезных Решений Время Срочно Серьезных Решений Потому что Зэкс Нам Своих Двоих Эту игру Не хочет Поскольку Одной Кнопкой Останавливает Его Джудо И Он Становится Остается В дизебле На 5 Секунд И Нужно Паковаться По ГГ Дяде Вове Срочно Нужно Нарисовать МКБ Жать На какой Дезолятор Или Джалнир И еще Что На дамаг И тогда Они смогут Этого Вайда Останавливать Где Деньги Взять На все Это Где То Сейчас На Рошане Нужно Закомбинить Пятером И По Варшотам Забрать Четверых Володя Чекает Чекает Территорию Кстати Смотри Как Классно Сделал Зэкс Селон Посмотри Как Классно Работает Дебаф Дебаф От Шарика И Дебаф От Сларка И Рошан Фактически Не Бьет Палец В это Время Нюбик На сцене Делает Вид что Он Один Ты Посмотри Это Фишечка Причем Такая Достойная Фишечка Которая Заслужит Огромного Внимания Подходит Бигнум Тем временем Врывается На Нюбика Вытаскивает Нюбика Очень Ему Больно Но Успеет Вставать Врывается Ой Какой Купол Прямо На Троих Минусует Тускар Начинает Бить Сларка Сларк Сларк Под финс Гриппом Сларка Убивают И Без шансов Еще Минус Рошан Да Это Проблема Проблема Зарет Рай Забирает Аеги Своит И Все Очень Очень Плохо Просто Очень Удачный Купол Ну Тяжело Здесь Было Зарет Рай В любом Случа Давайте Откроем Графики Мы Видим Что Уже На Момент Драки Было Преимущество Порядка 20 Тысяч Золото Плюс Преимущество По пику Мирана С бабочкой С мьолниром Воэт У которого Очень много Артефактов Да И Минус Бараки И может Быть Даже Минус Старые Бараки Посмотрим В принципе Вайда Аегис Вайда Есть Все Да Просто Начинают Ломать Вот эти Нейтральные Здания Получать Дополнительное Золото Можно Просто Бараки Сверху Сломать Поскольку Сларк Свеча В таверне Здесь Все Голое Но Похоже Кьюин Сейн Хотят Дяде Вове Установить Новый Рекорд На Нашей Сцене 5 Смерти Всего Осталось Не так Уж Много Не 5 А 4 4 Смерти И Будет Новый Рекорд А да Действительно У него Уже было 17 Я почему Цифру 19 Держу Ну На самом Деле Побить Побить Будет Проблематично ПГГ Врывается На Бэтрайдера Будет Райдер Заиведил Абсолютно Все Еще Из Блинка Цепляет ПГГ Ой-ой-ой Да Минус ПГГ Врывается Туск ПГГ Выкупается Это Шанс На Еще Одну Смерть Тем временем Минус Веник Живет Сларк Последний Удар И Сларк Умирает Бэйн Цепляет ПГГ Второй Раз Гуд Гейм Пишет Зэксц ПГГ 16 Смертей Единичку Не дотянул До повторения Рекорда И двоечку До нового Вот так вот Инсейн Зарабатывает у нас Победу Против Зарат Рай В очень важном матче И сейчас Буквально Через 15 минут Будут играть Они против Ахет С которыми Ну чисто По турнирной Позиции Этих команд Должно быть попроще Но я думаю Что Ахет Тоже нам Покажут Что-нибудь Интересное Через Пол Через 15 минут Увидимся На Экселент Москлукапе Во время Второй игры Сегодняшнего дня Инсейн Против Эхет